Саба, поздравляем с победой. Второй матч подряд вы проводите в не самой привычной для себя позиции опорной зоне. Расскажите, как вам там играется? Играется достаточно хорошо. Неожиданно несколько позиций. Выступаю второй матч. Сегодня матч был более тяжелый. На мой взгляд, по крайней мере, сборная Ярдании провела лучший матч, нежели предыдущая НОА. Более организованная команда, поэтому было чуть тяжелее. Приходилось больше бегать, на больших скоростях открываться. Но я думаю, что мы с задачей справились. Вышли на второй тайм. Артем Дюба забил, поздравляю его. Хороший, красивый гол. И главное, что не пропустили, я считаю, как для опорного, так и для центрального защитника. Главное, что не пропустили и сыграли на ноль. После прошлой игры Сергей Богданович сказал, что вы были MVP матча. Насколько вам лестна эта оценка? Насколько она вас мотивирует и придает сил? Конечно, было приятно. Я услышал, точнее, прочитал это из интервью. После чего мне скинули видео, где меня назвали MVP матча. Было приятно. Мы потом с Сергеем Богдановичем поговорили. Обсудили пару моментов, потому что мне было не все понятно, как играть. Все-таки новая позиция. Но он дал подсказки. Плюс сразу после игры у нас была тактика. И мы чуть больше разобрали именно позицию опорного. То есть я играл на опорном, уже опорным полузащитником. И все, наверное, все больше и больше сейчас привыкаю к этой позиции. И приятно играть, потому что, по крайней мере, если сравнивать с центральным защитником, тебе можно подключаться побольше к атакам. И вся игра, ну, частая игра идет через тебя. Готовы ли полноценно переквалифицироваться на роль опорного? Ну, это уже не от меня зависит. То есть это зависит от Сергея Богдановича. Но скажу так, что я рад, что я открыл, как бы, что мне открыли для меня новую позицию. И поэтому я смогу играть, как бы, и в полузащите, получается, опорного, и центральным защитником. То есть навыки же у меня не потеряются от того, что я опорным стал играть. Перед игрой с НОА сколько было тренировок, когда тебя вот опорником использовали? И можешь чуть-чуть конкретизировать, что было для тебя самым непонятным на этой позиции и самым тяжелым? Ну, если это разные вещи. Две тренировки, насколько я помню, две тренировки мы провели, я провел в опорной зоне вместе с Данилой Прохиным. То есть между нами выбирали. И получилось, что мне сообщили перед НОА, что я играл, как бы, опорного только перед самим матчем. То есть вот перед разминкой мы вышли, и мне сказали, что все-таки мы решили, что ты будешь играть опорного полузащитника. Это было, не знаю, насколько приятное удивление, потому что, с одной стороны, я думал, что новая позиция, плюс, как бы, основа, другой уровень. Но вышел, ну, как бы, тактику я примерно понимал, плюс я смотрел за ребятами, как они играют, Баррюс, Магомед. Очень много хороших у нас, ну, как бы, перед глазами у меня примеров, поэтому я смотрел на них. И, в принципе, на теории я знал, как использовать там всякие перемещения или переводы, но на практике оказалось чуть-чуть сложнее. Но я считаю, что я справился. А по поводу сложности, наверное, это чуть-чуть осознание прессинга, потому что прессинг чуть другой. Плюс к этому, так как мы вдвоем два опорных, нам приходится больше бегать, перекрывать линию передач. И если команда переводит, тебе приходится метров 30-40 пробежать, и так, если несколько переводов, достаточно тяжело. Но в целом все хорошо, в порядке, и я готов, как бы, продолжать.